Предприятия Люберица и ближних городов поучаствовали в ярмарке вакансии. На ней жители могли не только получить информацию о предложениях, но и напрямую пообщаться с работодателями и получить приглашение на собеседование. Владимир Ужицкий побывал на ярмарке вакансии, чтобы изучить ситуацию на рынке труда изнутри. Позвольте себе что-то? Ну, пока только телефоны записали. Пришла искать работу и заодно познакомилась с главой округа. Юлия Булатова поделилась, что на биржу труда месяц назад ее привело сокращение. Пять с половиной лет проработала в международной страховой компании. И куда теперь идти? Несколько вариантов удалось подобрать на ярмарке вакансий. Меня заинтересовала РЖД. Очень приятные девушки в управлении персоналом. Предложили мне несколько вакансий и сказали, что будут открываться новые. Я вообще человек очень уверенный в себе, поэтому свои шансы я оцениваю на 100%. Пообщаться с работодателями лично, обменяться с ними контактами, узнать об условиях работы и найти свое место под солнцем. Ярмарка помогает как тем, кто остался без работы, так и тем, кто подбирает сотрудников. Самые востребованные сейчас медработники. Люберецкая областная больница, Пихорский текстиль, аэропорт Домодедово, завод имени Камова. Всего 20 работодателей поучаствовали в ярмарке вакансий. У нас устроился так один молодой человек, инженер-конструктор, великолепный. В итоге результаты показал в работе. Восемь раз возросло число безработных во время пандемии. Только официально в Люберецком округе числятся более 10 тысяч состоявших на бирже труда. Эта ярмарка вакансий первая в постограничительное время. Оттого и собрала большое количество работодателей и желающих трудоустроиться. Очень много наших соискателей, безработных граждан, находит работу. То есть с помощью центра занятости люди трудоустроительства. То есть мы опять приходим на ту ситуацию, которая должна быть. Ярмарка прошла, но это не значит, что безработным больше не помогут. Центр занятости по-прежнему открыт для соискателей.